В первый день шага в Туве с однодневным визитом побывала делегация Министерства обороны России во главе с министром, генералом армии Сергеем Шойгом. Цель визита – проинспектировать объекты военной и социальной инфраструктуры, расположенных в нашем регионе, в том числе воинскую часть и учебные заведения. В первую очередь глава оборонного ведомства посетил Кызылское президентское кадетское училище и побывал на тренировке кадетов по хоккею. Хоккейной команде министр подарил комплект клюшек со своим автографом и сфотографировался с воспитанниками на память. Стоит отметить, что ледовая арена училища введена в эксплуатацию в ноябре прошлого года. Она входит в многофункциональный спортивный комплекс Кызылского президентского кадетского училища. Общая площадь сооружения – 6,5 тысяч квадратных метров. На льду могут одновременно кататься более 120 человек. Это старшая группа с 8 по 10 класс. Есть еще младшая группа, сейчас производится набор младшей группы, потому что мы только первый день сегодня встали на каток. Не обошел своим вниманием министр и воспитанец училища. В классе рукоделия в этот день девочки делали изделия из войлока. Поздравляю вас! Поздравляю вас синий сгодом, мира вам и добра! Сергей Кузьмин Георгиевич, в этот прекрасный день я хочу поздравить вас и пожелать вашей семье счастья, здоровья и благополучия. Этот подарок очень символичен для нас, так как для тубинского народа главной ценностью является семья. Сейчас наступил год собаки. Я хочу, чтобы эта собака стала для вас самым бедным другом. Поздравляю вас! Спасибо! Уважаемый Сергей Кузьмин Георгиевич, спасибо вам за возможность обучаться в столь замечательном, прекрасном учебном заведении нашим девочкам. Разрешите с вами сюда федерации? Конечно разрешаю, только не мне спасибо, стране спасибо. Здесь же, в стенах училища, министр обороны России провел встречу с главой ТУВы Шалбаном Караулом. Очень надеюсь на то, что тот темп, который взят по строительству и по домещанию здесь войск, он будет продолжен. Конечно, для нас важнейшая задача это размещение бригады, равно как и семей наших военнослужащиков, это касается и жилья, и трудоустройства, и, конечно, детских садов и школы. Комплекс, который здесь построен, образовательный комплекс, где учатся и мальчики, и воспитанницы наши, замечательные девочки, позволяет давать самый высокий уровень образования и позволяет, конечно, надеяться на то, что из этого учебного заведения будут победить будущее республики, будущее нашей страны. Глава республики сообщил, что в этом году в ТУВЕ состоится большое спортивное событие. Именно благодаря решению Министерства обороны мы здесь проводим первенство вооруженных сил по спортивной борьбе. Для нас это большая честь, мы к нему очень готовимся, потому что считаем, что это будет таким большим событием для республики. Предполагаю, что она будет проходить у нас на стадионе, и для народа будет это особый, конечно, праздник. А для спортсменов это большие возможности. Также в ходе командировки глава оборонного ведомства побывал в недавно сформированной в Кызыле 55-й отдельной мотострелковой горной бригаде. Последним пунктом визита Сергея Шойгу стала встреча с преподавателями и студентами военной кафедры Тувинского госуниверситета. Здесь студенты кафедры имеют возможность проходить военную службу без отрыва от учебы. И уже очень скоро учиться в ТУВГУ станет еще престижнее. В Кызыле здесь открыт также учебный центр, военная кафедра. Думаю, что также авансом мы сегодня приняли решение под натиском председателя правительства республики, напором таким. И мы здесь со следующего года откроем военную кафедру по подготовке офицеров. Это решение простое. Тут очень многое будет зависеть от вас, очень многое будет зависеть от руководства республики, от руководства университета. Потому что это уже такая серьезная история. Потому что мы будем рассчитывать на то, что здесь для нас будут готовить специалистов по определенной профессии, определенной специальности. И эту специальность в других вузах уже готовить не будут. Поэтому, если вы будете плохо их готовить, и мы это увидим, вынуждены будем перенести эту работу в другое учебное заведение. Потому что при всех наших родственных и земляческих чувствах и отношениях все-таки служба есть служба. И нам нужна армия, которой может гордиться наша страна, которая может защитить нашу страну тогда, когда это потребуется. После выступления Сергей Шойгу ответил на вопросы аудитории. В основном перспективами своей службы интересовали студенты военной кафедры и не только. Будем ли мы иметь возможность обучаться в нашей военной кафедре? Именно девушки и студенты. В Петербургском финансо-экономическом университете сделали первый набор девушек. То есть вместе с юношами 30 девушек набрали, которые очень хотели, очень много писали, долго писали, требовали, что мы такие же граждане нашей страны и также хотим защищать нашу родину. Поэтому мы пошли здесь навстречу и вот сейчас мы посмотрим, если у нас там получится. Ну, вы понимаете, что там у кого-то специальности несколько ограничено. Хотя у нас служит, по-моему, 50 тысяч почти. Женщин 50 тысяч. Из них почти 8 тысяч офицеров. Глава Тувы Шалван Караул сообщил, что министром обороны принято решение о строительстве моста через Енисей в районе сел Черби и Карахак. Также в Кызыле силами Минобороны России будут построенный детский сад, школа, а также жилье для командиров 55-й мотострелковой горной бригады. В конце встречи Сергей Шойгу вручил ректору Тувинского госуниверситета благодарственное письмо и уникальный сборник архивных документов по периоду Великой Отечественной войны.